Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Ди Vy investing ДimaTorzok 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 — Да 80 уже было. — Тогда и есть 100. — Тогда как раз 100. — И еще пришла на службу Марина. — Мало того, она приходит ко мне и говорит, батюшка, когорчик, пожалуйста, подарите мне. Мне нужен когорчик обязательно, чтобы кровь ходила. И я ей говорю, матушка, сколько хотите, а сколько вы унесете? А она говорит, шесть бутылок. — С одной стороны сутка, с другой, три бутылки сюда, три сюда, она так через плечо и уходит. И едет в Беляево к себе, прокладывает. — У него очень тяжелые сумки, она от меня ушла к хаму. — Я говорю, ну давайте помогу донести. — Невыносимо тяжело. Я говорю, а зачем носить? Ветер качает. — А я как-то они все нормально. — Главное, чтобы с одной стороны и с другой однако и вес было. — А если я, говорит, без сумок, а если с сумками, то я, как бы, ца урану. — Пустой. — Аппарат, потому что работает. — Ну а что она всегда так, килограмм, килограмм по шесть, по себе она таскает. — Да. — А в ней сколько килограмм будет примерно? — В ней? В самой? — Да. — А то есть такие тушные бабки, она не может два килограмма вести. А почему она очень тяжелая сама. — Потому что ушла? — Тушная. — Ну я неправильно может выразиться. — Тушная, тушная. — Ну, впервые я Ильюху видел это самое во Пскове с отцом Пантелеймоном спокойным. Он умер в чине Архимандрита, а тогда он был Игуменский, Игумен Пантелеймон. Его в монастыре прозвали Петр Грабокопатель, он работал там в этих стульниках, где братья лежат. Ну, перекладывал кости, там гробы меняли они. Вот на этой основе его прозвали Грабокопателем. А Илья Данилович, он тогда только-только пришел в монастырь, его назначали частенько в помощь этому Пантелеймону, Грабокопателю. Ну и вот они, так сказать, вместе дружили. А мы, когда меня отец Агафангел благословил к Пантелеймону, вот, и мы с ним поехали во Псков к архиерею. Ну, он представит меня, архиерея Владыки Иванова. Ну, встретились, поговорили. Владыка благословил, все. Вот. И на автобусной площадке, где автобусы расходятся, мы пришли на площадку, на автобусы. Вот. А там Илья Данилович сидел. Такой, это самое, заулыбался. Ну, они там поздоровались, этот Пантелеймон благословил, все дела. Я думаю, я сначала думал, что это цыган. Думал, откуда здесь цыгане-то, блин? Да еще и главное. А он так посмотрел, посмотрел. Ильюха. Говорит, чего ты удивляешься моему виду? Я говорю, да ты цыган и есть цыган, блин. Это шляпа у тебя цыганская. Да это, говорит, я только похож на цыгана. А так я, говорит, не цыган. Ну, ладно, не цыган. Ну, и там стояли, балагурили. Кто что скажет, да посмеемся. Ну, и приехали в мельницы, где Пантелеймон служил в мельнице, на погост. Вот. И нас поселили в одну избушку с этим, с Ильей Даниловичем. Вот там мы пили чай. Вот. А чай он пил обычно так. Заваривали литровую кружку чаю. Литровую. Ну, алюминиевые кружки тогда были, они в ходу были. Они даже в магазине еще продавались, помню. Вот. Заваривали чай. И они немножко, чуть-чуть его кипятни, скипятишь. Илья бурчал, конечно. Говорит, чего ты чифер варишь? Говорит, да это не чифер, это просто немножко, чуть-чуть, как кофе варишь хороший, сортовой кофе. Его поднять надо немножко. Ну, ладно. Делай, как знаешь. А мне отлей половину кружки. Хе-хе-хе-хе. Ну, ты ему половину кружки отольешь. Мне половина остается, и ему половина. Он ходит, ходит по келью там. Вот, после останавливается. Лоб крестит. И с такими. Это у него была такая... Речитатив был. Ох, как мне этот чай вредит. Как же он мне вредит. Открывает рот. И просто вливает его в рот. Он не глотает. У него нету глотательного движения. Просто вливает чай в рот. Вылил. Посмотрел на кружку. И ее просто там, где стоял, а с того места на стол кидает ее. Вся. Надо ложиться. Идет к своим нарам. Там деревянные нары. Коих-то не было. Вот, падает на эти нары. Все. И это самое. Говорит. Дальше. Это до вас. Я не знал, что это такое чай. Говорит. Это вы меня приучили к чаю. Я говорю. Илья Данилович. Зачем такой гнев-то это самое. Как он мне вредит, этот ваш чай. А сейчас я уже не могу без него. Говорю. Как не можешь? Ну, полежи суток. Двое-трое. Не попьешь чаю. Все. Так я сдохну. Не сдохнешь. У тебя еще вон это самое. Здоровья на десять человек хватает. Да-а-а. Здоровьяшка. Я не буду жаловаться. На нем мы и приехали. Готовят сюда. Это такая машина. Куда я его не веди, вон идете. Я говорю, исправно идете хорошо, а не исправно будет плохо. А это чья черная машина? Да, местник. Он тоже здесь, скит-кар. Как? Ну, скиту, она местная здесь. Я знаю, она здесь стоит. Отец СССР на самом деле был очень интересен тем, что он же был настоящий ветеран войны. То есть, сейчас таких вообще людей, я не знаю, можно ли еще где-то встретить по монастырям, да? А он был самый настоящий такой человек, который прошел Великую Отечественную войну. И вот в этих его историях, на самом деле, он как всякий старик, он периодически все-таки к этой теме возвращался. Потому что это был такой очень яркий период его жизни. Его забрали, в общем-то, молодым совсем пацаном. То есть, ему было лет 16 или 17. И он попал на войну где-то в году, я так понимаю, в 43-м. Ну, то есть, он молодой, в общем-то, был. Это такой один из самых, ну, из самых молодых поколений ветеранов, в общем-то, да? То есть, люди, которые, когда война закончилась, он был, ну, там, 18-19 лет. Вот. И, насколько я помню, он точно воевал с немцами. Он рассказывал такие интересные истории, как они очень сильно голодали, причем была зима в окопах. И они настолько хотели есть, что уже плюнули на все. Он говорит, давай я к немцам схожу за кашей. Вот. И пошел, действительно, к ним. И пришел в немецкие окопы. Они его увидели, типа, русский солдат. Что надо? А он такой голодный был, что он говорит, ну, в общем, дайте что-нибудь поесть. И интересно, как-то, в общем, они его не тронули. И накормили, вроде как, его. И говорят, он говорит, дайте еще что-нибудь с собой. Вот. А у него ничего не было в руках. Ни каски, по-моему, то, что у него шапка была просто. И, в общем, он рассказывает, что он просто в карман шинели ему налили кашу. Вот. И он эту кашу притащил своим бойцам. Вот. И как раз там он получил ранение вот в этот период своего такого ратного подвига. Где-то, по-моему, Белорусский фронт был. Ну, что-то такое. А, пожалуй, самая яркая страница вот этой его военной жизни – это его участие в войне против Японии. Вот. Причем он был водителем. Он же потом после войны водителем работал. Ну, наверное, его там уже обучили в армии. Может, еще до армии. И он потом рассказывал про эти машины. Говорят, у нас были машины хорошие, Форды. Говорят, только мы их разбивали очень активно. Ну, не очень хорошо ухаживали за ними. И вообще разные интересные истории рассказывал. Как вот они там в плен брали каких-то самураев. Как они там себя вели. И рассказывал, как они встречали русских, вот этих казаков, которые в Маньчжуре жили. Вот. И периодически у него были такие озарения. Ну, как вот такого старого пожилого человека. И очень такие интересные, скажем, исторические вообще он рассказывал дела. Я даже как-то недавно пошел и его имя, фамилию поискал на сайте память народа. Ну, чтобы как-то установить интересно. И действительно там он есть. Вот. Но вообще надо сказать, что это достаточно… Вот этим он был по-настоящему интересен. Просто вот такой настоящий человек. Вот. И он очень любил как-то возвращаться к этому периоду. Особенно вот эта война с японцами. Его как-то… Вы можете себе представить, что этот молодой парень попал, значит, в такую… Военные такие действия. И, конечно, за границей. И, в общем, собственно, это для него очень яркое было впечатление, о котором он периодически возвращался. Вот это тоже интересно. Он в этом смысле был уникальной личностью. Такой последний как бы ветеран вот этого поколения, который при этом еще был у нас в монастыре и стал монахом. В свободное время? Сейчас мы вот сходим… А это кто? Машину пригнал. В лес смотрим. Да это нас. Я знаю, кто пригнал меня. Да я давно уже давно, сейчас лето. А… Пойдем же дойдем до этих, накладывай что-то. А кто спросит, какой секрет мне сказать, что никого не стрелять? Пусть думает. Последние несколько месяцев, когда его постоянно то в больницу направляли, то он возвращался обратно. Конечно, было непростое время ему келенчей. Потому что, когда отец Исаия находился в монастыре, мы жили с ним на одном этаже, я в последней келе, а он где-то в середине. Довольно чутко необходимо было спать, потому что посреди ночи запросто отец Исаия открывал дверь, кричал на весь коридор, топал ногами и собирался куда-то идти. И то у него поезд отходил в Печоры, то он считал, что сейчас время там посадки картошки, и надо срочно ее собирать. И с такими восклицаниями. Иногда он часто любил ходить в баню у нас. Раз в неделю в монастыре была баня, и он еще с такого Печерского монастыря эту традицию соблюдал. Но баня у него могла быть вообще в любой неделе. Самое важное в этом всем, что надо было проявлять чуткость, что отец Исаия выходил на лестницу, и у него был особый такой метод спуска по лестнице, потому что он уже был пожилой. Он наступал на первую ступенечку довольно крутой лестницы, а потом оступался и просто кубарем на весь, горхача на весь этаж, скатывался до первой ступеньки, бился головой, а все перила, там, ребрами, ногами, и, значит, на последней ступенечке он такой кряхтя немножко, так, собирая себя вместе, так, постепенно по перилу он залезает снова обратно, так, и таким, значит, выражение. Хорошо, я так катился, так, ой, ой, хорошо, здесь вот ударился, ох, да, и, значит, таким кряхтением пытался дальше преодолеть следующие лестничные проемы. Вот мне в это время надо было быстро сориентироваться, скачать с постели, побежать, значит, к нему на помощь, и как-то его довести либо до бани, либо куда он еще собирался, либо обратно все-таки его поднять. Скажи, что сейчас поезд не отходит, мы сейчас находимся в Сретенском монастыре, отец Исаия сейчас вот там два часа ночи, вот выполнять правила можно монашеское или еще отдохнуть. Вон там, через мостик. Хватит, хватит, хватит. Надо давай какой-нибудь кусочек хлебушку дать. Она вас любит прям. Ну ладно, я ее сюда привозил, у вас еду. Монах Исаия или Страшников Илья Данилович пришел к нам в Сретенский монастырь, по-моему, в 1998 году. Чуть-чуть попозже, чем я. Вот. Он сразу поразил своей колоритной внешностью. У него такие не длинные, но вьющиеся седые волосы. И первый раз, по-моему, он приехал в шляпе. То есть он был похож на цыгана. Вид у него был суровый, но при первом же знакомстве сразу становилось ясно, что человек с огромным чувством юмора и за внешней суровостью скрывается очень такой веселый человек. Потом мы с ним были в ближнем скиту. Я помню, отец тихо нас отправлял вместе и как-то с ним познакомились поближе. который обладал колоссальной памятью отец Сая. Он постоянно мог что-то рассказать из своей жизни и с мельчайшими подробностями. Он все время, когда начинал рассказ, он говорил, когда это было год действующих лиц, он называл по именам, имя, фамилию и отчество. То есть он помнил все до мельчайших подробностей. Он рассказывал, что еще в школе, учась в младшей школе, он уже тогда не отрекся от Бога. И перед всем классом учительница спросила его, верит ли он в Бога. И потом спросила его младшую сестру. Она сказала, если брат верит, то и я верю. Вот он и рассказывал. Сам он, по-моему, был выходец из протестантов. То есть, по-моему, мама его была протестантка. Я-то сейчас не могу точно вспомнить. По-моему, он так рассказывал. Долго он был, не так запомню, что он долго был у нас послушником. Трудником, послушником. Он был такой трудолюбивый. Но постоянно, когда мы с ним оказывались вместе на каком-то послушании, работа сразу превращалась в какой-то безудержный смех. Потому что он рассказывал. Было так, что он на ходу сочинял какие-то смешные истории. Одна из, наверное, самых запомнившихся. Это история про марафонский бег. Мы сидели в подвале, где сейчас наш книжный магазин. Там у нас был овощной склад. Там было много капусты. И ближе к весне капусту надо было очищать от гнилых листьев. Братья собралась туда. В том числе и отец Исайя. И как-то он сразу брал инициативу в свои руки. Он начинал что-то рассказывать. Вот. Братья замолкало. И с каждым последующим рассказом рассказ становился все веселее и задорнее. Вот. И в конце концов мы просто уже не могли работать от того, что у нас болели животы от смеха. Вот. История, рассказанная про марафонский бег, про марафон. Она, конечно, была им выдуманная полностью. Имела какое-то отношение к реальным событиям. Вот. Он говорит, что там где-то в Древней Греции была выиграна битва. И послали гонца сообщить о победе. Вот. Он когда добежал, рассказал и умер. Вот. Ну, говорю. Мы спрашиваем. Он говорит, ну а при чем тот марафон? Говорит, так фамилия у него была. Марафон. Вот. Однажды он ко мне подошел. Мы с ним были тезками до пострига. Меня тоже Илья звали. Вот. Вот. И мы с ним как-то сошлись на этой теме немножко. Вот. Подружились немножко ближе, чем может быть с другими. Вот. Вот. На улице он меня встречает во дворе. И ни с того ни с сего задает с очень серьезным видом вопрос. Говорит, скажи мне Илья, а какая цель нашей жизни? Я так немножко был озадачен таким вот серьезным вопросом. Пока приходил в себя, приходил в смысле, собирался с мыслями, что ему ответить. Он, не дожидаясь моего ответа, сказал. Прямо вот такой богословски очень точно. Он говорит, нам обязательно надо попасть в рай. Вот. И пошел дальше. Одна из любимых его присказок. Он говорил так. Ну, кто знает, тот понимает. А кто не понимает, тому и не надо. Вот. Это он говорил все время. И это все время было как-то очень так метко и точно. Все время у всех вызывало улыбку. Вот. Его постриг тогда еще отец Тихон, наместник, с именем Исаия. И говорил, вот у тебя был один ветхозаветный праведник, пророк Илья. И теперь у тебя покровитель еще один ветхозаветный праведник, пророк Исаия. Когда его постригли, как положено, монах три дня находился в храме, причащался. А на каждую службу, на вечернюю, на утреннюю службу выводили монаха. Он стоял на солее перед иконой Богородицы с зажженной свечой. А стоять всю службу неподвижно, это тяжело. Ну, тем более старому человеку. Вот. Но он мужественно все это выдержал. И в последний день его стояния в алтаре у нас была архиерейская служба. Я, честно говоря, забыл, какой был праздник. Может быть, память священномученика Илариона. Может быть, Владимирская. У нас служил владыка Арсений. Ну, владыка Арсений после службы, когда отец Сая причастился, его в алтаре подвели к архиерею. И владыка спрашивает, что тебе есть имя, братья? А отец Исаия говорит, владыка, я не помню, вроде Антоний. Отец Тихона стоявший говорит, какой Антоний? Говорит, ты Исаия. А я потом подумал, почему он назвал Антоний. Оказывается, в чине монашеского пострига в требнике, по чине последованию, когда игумен постригает монаха, нарекает ему новое имя. И там, как в качестве примера, в скобочках, было дано имя Антоний. Видимо, отец Сая, готовясь к постригу, чтобы отвечать на вопросы игумена во время пострига, видимо, ему это имя Антоний запало в голову, а свое имя он сразу не запомнил. Он пришел в монастырь уже немолодым. Фронтовик, который родился в тех же самых краях, где Святая Блаженная Матрона Московская. Работал шахтером, долгое время искал себя, ходил по разным монастырям, был в Печорах и вот, наконец, в 90-х оказался в Срицком монастыре. Большинство из ныне здравствующие братья помнят его как уже трудящегося в обители. Притом интересно, что, несмотря на преклонный возраст, а ему было в 90-х за 70, он убирал двор вместе с дядей Леней и другими нашими тружениками, в скиту изготавливал свечи и, как лить свечи, учил других насельников монастыря, вязал в веники и даже, поговаривая, обучал наместника церковнославянскому языку. Конечно, были немощи у старца с его характером, были какие-то размолвки, и на какое-то время наступал период тишины между братьями. Но на склоне лет и в последние дни так или иначе наступало примирение. Есть случаи, когда насельники монастыря рассказывают, что в самый-самый последний день уже перед тем, как его увезли в больницу, где он там отдал Богу душу, они примирились. И вот хочется пожелать Царства Небесное, Отцу Исаии, нам всем светлую память о нем, как о молитвеннике, дружнике, фронтовике, который искал, искал и нашел место своего последнего пристанища. Я не вижу. Вон сзади. Я слышу. Сейчас увидите. Я слышу. Нас тут встречают. За вами пришли, гражданин. Ваше время не стекло. Ваше криминальное прошлое известно всему Триженскому монастырю. А что из детства плохое? Плохое? Да. Я плохого никому ничего не сделал. Совершенно. Даже и мысли бачку не было. Не оправдывайте. Есть ты когда вот болтаешь народный, а тут ушел уже кончился. Скажи мне плохого я не скажу. Не знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Но я вам говорил, вы можете не верить. За свою жизнь я десять минут в милиции не сидел на зубах. Сейчас мы это восполним. А? Сейчас мы восполним. Никогда не поздно. Лубянка. Лубянка сколько-то трогает. Лубянка уже восемь лет. Помню его рассказы про Печоры. Какое-то время он был в Псково-Печерском монастыре. А перед этим он рассказал, что он ходил, путешествовал, как бы путником был, который ходил по Руси Великой. Это случилось после того, после Великой Отечественной войны. Он женился, были дети, жена. Работал где-то при хорошей работе на шахтах. Но сначала владилась жизнь, но потом что-то с женой у него не пошло. Он ее упрекал в колдовстве. Насколько это было объективно, не знаю. Но вот он как-то из своих рассказов нам рассказал, что почему он ушел. Там долгая история такая была семейная. Но он все-таки взялся как-то, собрался. После очередного навождения на него Бесовского, которое происходило с ним. Да, страшные, которые он рассказывал, были ситуации просто страшные. Плоть до парализации он парализовывал его. Насколько это было духовное или телесное болезнь, это уже не знаем. Но Бог ему судья. И он вот это все возложил на жену и ушел. То есть совсем из дома. Осталась там дочка у него, кажется. Потому что потом он ее уже находил здесь. Недалеко она жила там же, в том же городке, откуда он ушел. После этого он несколько десятилетий был в Псковской области в основном. Он паломничал, так можно назвать. Ходил от одного храма к другой. Какое-то время был в Печорах. Но долго там он прижиться не смог, с его характером тяжелым. И опять ушел в странники. И так он продолжал свой страннический путь, насколько я знаю. До начала 2000-х годов, когда он пришел к нам. В конце 90-х, в начале 2000-х. Пришел, его позвал, тоже пришел он не просто так, а его позвал наш настоящий владыка, митрополит Тихон. Тогда он был игуменом еще, наверное. в монастыре. И как-то в одну встречу он, видимо, его встретил там в Пскове. Или в Печорах где-то, или у кого-то. Так как он сам странником был в 80-е годы, когда заканчивал ВГИК, учился в Абгике. Много путешествовал. И там же и познакомился он с ним. И вот как-то вот уже будучи наместником в Москве, он его увидел, я так понял, и пригласил к нам. Он приехал. Илья Данилович пожил у нас несколько лет. То есть, наместник ему дал время пожить, посмотреть, осмотреться. Нравился ему очень скит. Ну, летом, весной, осенью, когда вот, иногда даже в зимнее время, он ездил туда на несколько дней, а то и недель. Там ему, наверное, рыбалка. И вот это вот по радости походить по лесам, по полям. Это вот независимость определенная такая. И, наверное, такое духовное созерцание, которое мы не понимаем, когда он может быть один наедине с природой и когда с Богом. Видимо, у него был вот и такой дар общения наедине. И вот он был, конечно, удивительный человек. Скрытый, многим непонятный, и нами непонятый в его служении Богу, его подвиге, его унесении своих скорбей, чужих скорбей. Очень интересный, очень, но очень закрытый человек. И какое-то время, побыв в монастыре, прожив несколько лет, наместник постриг его с именем отец Исаия. Ну, он таким Исаией был, наверное. Он его в этом смысле и назвал Исаией, что такой ветхозаветный старец. Он таким и был. так же он оставался в таком же уровне жизни, в таком направлении. И он... Один случай вспомню. Как-то мы были... То ли мы были в скиту, то ли здесь на трапезе как-то пообедали. А он, как участник войны, получал неплохую пенсию по нашим временам. Я не знаю сколько, но вот в начале двухтысячных и там... Вот. И он как-то... Был день рождения, то ли день ангела отца Тихона, летом, кажется, вот в июле. Ну, и мы все подошли там, поздравили, что-то поговорили. Подходит он к наместнику, говорит, вот отец Тихон, у тебя день рождения, на тебе деньги, купи себе что надо. И дал ему то ли пятьсот, то ли тысячи рублей, но в начале двухтысячных это, конечно, деньги были как-бы такие значимые. Но наместнику, это как-бы наместник не хватало и обуви, и подрясников. Но сам факт вот этого любви к наместнику и такого отеческого внимания за ним, что это, конечно, мы все улыбнулись, порадовались, что вот отец Исаия так благословил наместника, дал ему там тысячи рублей где-то на расходы на день рождения. Мы помним его, молимся о нем, надеемся на встречу, с ним в Царстве Небесном, если Господь сподобит нас. Я не нрав, я не нрав, я не понимал. Пойдем, посидим, осторожней. Да, что-то замерзли, надо у каминчика посидеть. Как я тебя торможу, когда меня вперед, вперед потянет. Не все, не все, не все. С отцом Исаия я познакомился, наверное, где-то году в 1998. Тогда он еще не был монахом. И в моем представлении он походил на образ такого Будулая из фильма «Цыган». Он носил такую шляпу, пиджак, сапоги, заправленные в них брюки. Ну и был таким же странствующим. Вспоминается его выражение. С такой хрипотой он произносил его. Как будет, так будет. А как лучше, мы ведь не знаем. Было время, когда мы с ним подвязались в Ильинском скиту Сретенского монастыря. И он учил меня, как нужно делать свечи. Он закупал воск, нити. И вот вечерами мы отливали эти свечи. Помнится, он засекал время, за которое должна прогореть его свеча. И таким образом он судил о ее качестве. Но также серьезно он относился и к молитве. Когда я просил его помолиться за меня накануне сдачи моих экзаменов, он учил, что обращаться к нему за молитвой. И вообще молиться нужно заранее, перед событием, за несколько дней, а не накануне самого вот события. И он мне запомнился таким отзывчивым монахом. «Никогда нет никакого. А сейчас? Да, уже нет. Никуда не деться. А сейчас? Сейчас такая вещь. Я в первый раз собирай, собирай. Никак не соберу в этом подряд. А с бабками вот в церкви стоим. Он любил в саргомучеников ходить. Вот. Я иногда в Варваринскую ходил. В Варваринский храм. В церкви стоим. А там же бабки интересные, печерские бабки. Но в то время они были тоже интересные такие. Любопытные до невозможности. Коза старая, ее уже не трогаешь. Стоишь, молишься. А она сама подходит и начинает допытываться. Откуда ты, до чего? И главное, пытается это ухватить. То за руку, то за рукав. А Илья, он очень подозрительный был насчет колдовства. Вот. Я смотрю, бабка подошла его за рукав. Подернется. Ну, чтобы это самое... Внимание привлечь Ильюкина. А Илюха-то он по-другому это самое воспринял. Он как рыкни на нее. Иди отсюда, старая волхуша. Сейчас эти бошки отверну против резьбы. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, она отошла, отскочила. Смотрю, смотрит. После она ко мне все равно подошла. А кто это с тобой был? Я говорю, как кто? Я говорю, Цыган был. Да я вижу, что Цыган. Я говорю, так это самое. Он лет двадцать отсидел. За что? За убийство вот таких двух старых грохнул. Как ты. Хе-хе-хе-хе. Я говорю, хе-хе-хе. Так что вы к нему не подходите. Он у вас может грохнуть просто одним ударом. Все. И та бабка вот так смотрит. Она всю службу стояла, косилась на Ильюху. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я после службы меня спрашиваю. Слушай. Я говорю, чего? Чего ты там бабке этой сказал? Что она всю службу стояла, неотрывно на меня глазела. Я говорю, да я ей сказал, что это ты Цыган, который убил двух бабок одним ударом. Чтоб она к тебе не подходила. О, ну ты дурак. Зачем ты это сказал? Хе-хе-хе. Я говорю, Илья Данилович, я сказал для того, чтоб тебя обезопасить от них. Чтоб они к тебе не подходили. А так это ж бабка, она такая волхуша. О, вот. Ты правду сказал, что она волхуша. Она всю службу будет стоять и не отойдет. И ты еще домой пойдешь, она вслед за тобой пойдет. Чтобы узнать, где ты живешь. О, Ильюха. Но он бабок не любил этих, церковных бабок он не любил дико. Он их, он не то, что их боялся, но они его боялись все. У него слопища была такая. Моих три руки надо, чтоб сложить в него лапу. Вот. У него не руки, у него лапы были. Хе-хе-хе. Да, Ильюшка. Вы верите мне, что пугович не так в одежды берешь? Ну а потом через пусть опять собираешь. Тихо, тихо, тихо. Это уже на коленке мои подействовало. На коленке у вас уже... Подержи вас, Илья. Коленки, они за все отвечают. Батюк, все, теперь пускай, я пошел. Да, осторожно. Так получилось, что я с отцом Исаи был соседом. Причем дважды. Я достаточно долго с ним прожил. Не знаю, по-моему лет пять или шесть, может даже и десять. Не знаю. Уже сейчас не помню. Сначала я на одном этаже с ним жил рядом. А потом как-то переселился в другое крыло. И опять мы с ним оказались вместе. И особенно последние, наверное, два-три года его жизни достаточно много приходилось с ним общаться ночью. Потому что он часто ночью не спал. И заходил ко мне частенько. И там что-то такое рассказывал. На самом деле он был, конечно, интересен как некий такой слепок эпохи. Вообще таких людей больше не делают. То есть такой кряжистый дед такой, который прошел очень много в своей жизни. И, конечно, даже такие простые вещи просто, когда он рассказывал что-то из своей жизни, какие-то впечатления, какие-то истории. Конечно, они были очень ценные. Я просто сам по себе очень люблю такие истории. И еще у отца Исаия, и чем он мне запомнился, и я это его выражение очень часто сейчас тоже применяю, повторяю. У него было такое выражение. Он говорил, когда что-то происходило, например, в монастыре или вообще где бы то ни было, но у него было такое, он говорил, плохого, а в этом ничего нет. У хорошего тоже ничего. Вот. И это такое какое-то интересное кредо такое у него было в оценке разных явлений, которые происходили. Вообще он просто был интересный очень человек. Он такой труженик был. Он, несмотря на свой возраст, пока мог, всегда обязательно выходил во двор, работал, снег убирал. Вообще все физические работы выполнял. Был очень физически крепкий. У него была повреждена нога из-за ранения, полученного во время войны. Как он говорил, там на 70 процентов как бы у него нога хорошо работает, но иногда дает сбой. И так получалось, что он неоднократно падал с лестницы, вот когда спускался. И он пролетал несколько метров, бился головой. Вот. А кафель. Но был настолько крепким человеком, что как нечего делать, поднимался и шел дальше. Может, конечно, это не очень духовная такая история, но просто он был таким человеком действительно уникальным. Вот. И еще у него вот его характер, странничество такое. Он выражался даже в том, что он все время куда-то собирался. Вот он меня часто будил по ночам. Вернее, он не будил по ночам, просто заходил, потому что я тоже ночью работал. И позовет к себе в келье, там уже собран чемодан, он там, значит, что-то объясняет. Вот. Такой вот был необычный человек, с чувством юмора, такой очень простой. И некоторые такие нелицемерные вещи он людям говорил очень просто. Вот. Может, они не всегда были готовы это услышать, но тем не менее. – Сейчас вот вспомянем, пацан, осталось это. – Ему прям, мне жалко поминать. Почему? Якобы он еще живой. – Да? – Ага. – Ага, его по поведению, как будто живого хранить его. – Что вы вспоминаете часто? – А? – Часто его вспоминаете? – Да я всегда на молитве часто вспоминаю. И зайдешь в храм вспоминаем. О! Когда он уже совсем болел, и когда мы с братьей приходили как-то ему ухаживать, помогать в келье, мыть полы. Вот однажды тоже пришел к нему прибраться, и мы так убирали его стол, убирали шкафы. И так, у него стоял всегда в келье холодильничек такой свой. И холодильник еще там советских времен, небольшой, небольшой холодильник, но такой серьезный. Там он хранил то обед, который мы приносили, то он лекарства там хранил, просорок у него всегда было во множестве, он тоже их там хранил. Готовил их себе как-то особенно, может быть, след за отцом Серафимом. Готовил их там приготовить как-то, парень даже обжаривал немножечко. Вот. И приходили, моем ему полы, убираемся, и вот этот холодильник, он довольно тяжелый был такой, металлический, суровый. И мы его все время двигали в одну сторону, чтобы помыть под ним, потом в другую. И вот прибрав келье, отец Саи вернулся, я к нему прихожу, отец Саи, вот видишь, как у тебя все чистенько, хорошо, и он очками выходит. Так, Матвей, а где мои 50 рублей? Куда они пропали? Я вот их сюда положил. И, значит, начал искать. Ну, или какая-то бумажка, или какая-нибудь просворка у него заходилась, вот, закатилась куда-то. Вот он всегда их искал, там и требовал, хотя, может быть, они у него были еще печерок, какие-то бумаги, но он все равно их вот постоянно периодически искал. И он, значит, меня покажет. Где? Где они? Вот и не могу найти. Ну, мы, слава Богу, обычно ходили, а тут он искал просворку куда-то закатившуюся. Говорит, просворку у меня во всей литуре, мне надо просворку съесть. И он, значит, здесь нет, под матрасом нет. Он так еле-еле передвигался уже в конце, он проходит. А, холодильник, может быть, здесь? Открыл. Нет. А, может быть, за ним? И так прямо на моих глазах берет двумя руками холодильничек с двух сторон и хрест его, подняв от земли над головой, посмотрел со всех сторон. Эх, здесь нету. И ба-бах его поставил. Таким грохотом, что там сотряслось по этажам. Вот, такой могучий. До конца жизни уже почти что перед кончиной был отец Иисая, внушал всем радость, настрой на монашескую жизнь, очень веру крепкую, которую он всех своих родных обратил. Приезжал домой, у него были баптисты в роду, и он приезжал домой и говорит своей там сестре, своим родственникам, говорит, ты что, не крестился еще? Но ща-то в храм! И вот, таким образом, всех-всех-всех своих родных привел православие. Его слушались. И его советы, воспоминания, случаи жизни богатейшие. Они, конечно, до сих пор являются для многих, для меня в первую очередь, наставлением и утверждением в монашеском пути. Дай Бог его память, его молитвы и всегда пребудут с нами, будут нам помогать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok